Привет, друзья! У нас сегодня пельмени на очень интересном тесте. Заварное мы оставили в прошлом. Посмотрите, какие красавцы! Ух ты! Кухня, Сережка! Тесто прекрасно подойдет, как для вареников, пельменей и чебуреков. Мне очень хочется, чтобы вы его попробовали. В миску разбиваю одно яйцо, добавляю чайную ложку соли, сюда же чайную ложку сахара, немножко взбалтываю яйцо. Ммм, красота! Тра-та-та! Вливаю 250 мл воды комнатной температуры. Сюда же 2 столовые ложки растительного масла без запаха. Снова все немножко перемешиваю. Такая вот жижица получается. И всыпаю 450 г просеянной пшеничной муки. Специально взвесила, друзья. Сюда же 50 г цельнозерновой. Это у меня для успокоения души. Ну, типа полезнее будет. Если нету, можно заменить пшеничной. И фишка этого теста – 3 столовые ложки манной крупы. Вторая. Третья. Все, друзья. Вставляю в свое чудо помощницу. Ой, девчонки, наконец-то я дождалась. Муж купил мне вот такой вот аппарат. На радость жене. Да. Скажу честно, моей радости нет предела. Она настолько упростила мне жизнь эта машина. Мужчины, балуйте своих жен. Все, поехали. 3-4 минуты. Ставьте лайки, друзья. Ух, как я радуюсь своей чудотехнике. Ну все, хозяюшки. Какие-то 3 минуты, и тесто готово. Посмотрите, какая красота. Оно классно вымешивается. Сейчас покажу. А жена какая счастлива. Да, немножко его вот так вот округлю на столе. Тесто должно получиться крутым. Если у вас получилось немного жидковатым, подбавьте еще граммов 50 пшеничной муки. Беру пакет, выкладываю тесто и оставляю при комнатной температуре примерно на 1 час. По истечении времени кладу тесто в холодильник на 12-24 часа. Чем дольше лежит, тем вкуснее оно получается. Фарш. На этом этапе ничего нового. Мясо, лучок, все как любите. Делайте по своему вкусу. Поехали. Благодарю чудо технику. Все очень быстро и просто. И сейчас нужно заправить фаршик. Соль по вкусу. У меня примерно пол чайной ложечки. Также добавлю пол чайной ложечки сушеного чеснока. И, конечно же, черный молотый перчик. По вкусу. Красавчик. Да. Я побольше люблю. Да знаю, сверху еще потрусишь себе. И сюда же вливаю полстакана ледяной воды. Все хорошо перемешиваю с помощью рук. Поехали. Отбивать. Ну, конечно, и отбивать. У меня в телефон прямо прыгает, как ты отбиваешь. Смотри, чтобы я не заляпала его фаршем. Хорошенечко отбиваю, чтобы вся водичка вошла в фарш. Тогда пельмешки получатся. С вкусным бульоном в серединке. Фарш накрываю пищевой пленкой. И отправляю вслед за тестом в холодильник на ночь. Ну что, друзья, и вот так вот через 12 часов, или можно и через сутки, будет еще вкуснее, достаем. Фарш, он за это время промариновался и получился очень-очень вкусным, ароматным и сочным. Я вчера вечером делала бутербродики. Чуть-чуть отсюда надобрала. Это было вкусно. Да, Сережка. Так, тесто. Это тесто провело у нас 12 часов. Сейчас покажу, какое оно. Ой, оно класс. Посмотрите. Оно эластичное, как пластилинчик. Не липнет к рукам. С ним очень приятно работать. Стол немного присыпаю мукой. Совсем чуть-чуть. Для того, чтобы подстраховаться. Кусочек теста. Ой, класс. Посмотрите, какое оно даже. Видно? Видно, видно. Пузырьки. Вообще. Тут, друзья, все как по накатанной. Как вы любите. Можно раскатать в колбаску и нарезать на кусочки, как это делаю я. А можно в пласт и стаканчиком повырезать. Вот так. Ну и все. Здесь, друзья, все как по накатанной. Опа. Берем фаршик. Выкладываем. И слепляем. О, класс. Побольше мяса. Да, мы любим побольше мяса. Тесто эластичное. С ним приятно работать. О, оно у меня еще холодное-холодное. Можно, конечно, оставить на несколько минут при комнатной температуре, но нам так хочется пельмешек, что мы не будем этого делать. О, первый красавчик пошел. Ну и продолжаем. Поехали. Да, давай, Сережка, камеру кладем и присоединяемся. Также из этого теста получаются прекрасные чебуреки. У меня здесь остался фаршик. Добавляю водичку. Попочнее было. Конечно, знаешь, это вот бульончик вот этот, как откусишь, а он прям побородит и че. Выкладываю тесто и раскатываю в круг. Ну, тут уже все всем понятно. Чебуреки делаются только по одному способу. Берем ложечку фарша. Побольше так. Да. Выкладываю на одну сторонку. Распределяю, размазываю. Он жидкий. Большой пельмень. Сверху накрываю второй половинкой. И я это всегда делаю с помощью тарелки. Обрезаю краешки. Вот так вот. Оп. Посмотрите, какой красавчик у меня получился. Чтобы он был похож на настоящий, с помощью вилочки. А вот так вот еще краешки. Аккуратно, чтобы не повредить тесто. Вкусный сок оставляем в чебуреке. Масло на сковородку. Пусть хорошо нагреется. Выкладываю чебуречки в разогретое маслице. Пусть здесь себе. А я пока еще сделаю. Ну что, смотрим, что у нас здесь. Вау, какое хрустящее тесто. Посмотрите, сколько пузырьков. Вот это чебуречище у нас. Красота? Красота. Ой, друзья, класс. Класс. И водичка на пельмешке подоспела. Подоспела, да? Да. Я ее подсолила, конечно же. Добавила лаврушечку, черный перчик горошком. И теперь смело можем запускать туда пельмешки. Сколько у нас там? Три досточки в морозилку? Да, да, да. Выкладываем. Когда пельмешки поднялись, варим ровно 5 минут. Все, друзья, время прошло. Достаем. Опа. И в маслице. У меня слюна побежала. Да, может, они не такие прям блестящие, гладкие. Ну, все же я добавила зерновую муку. Посмотрите, какие красавцы. Умеешь так, Сережка, подкидывать? Ты меня, бабушка, научила. Я только наблюдать так мог. Вечера на хуторе близ диканьки? Да. Берем один пельмешек. Один чебурек остался, друзья. Три мы уже съели. Сразу, да? Моментально, Сережка. Посмотрите, какие они красавцы. Ой, видно? Видно, сколько сока в них. О, посмотрите, какие они сочные, хозяюшки. Давай мне вилку, я начинаю за кадром есть уже. Давай тебе в рот прямо. Обалдеть. Вкусно? Здесь само тесто вкусное. Ням-ням. Еще один? Приятного аппетита. Все мне. А вы себе варите. Я так и думала. Ладно, чебурек можете взять. Один-единственный, который остался, да? Вкусное? И то маме повезешь. Да. Продолжение следует... Ладно. Продолжение следует...